Дорогой Дмитрий Дмитриевич, мы с вами фаталисты. Мы верим в судьбу, в высшее определение. И, конечно же, сегодня я хочу сказать о том, что, в принципе, все предопределено. И вот этот зигзаг судьбы, когда вас из Закарпатья, парни из села, по окончанию университета, занесло на Николаевскую землю, это действительно вираж судьбы. И, конечно же, очень важно, что вы не просто прижились здесь, а то, что вы вросли в эту землю, вы ее почувствовали умом и сердцем. И это все отражается в ваших стихах. Ваши стихи, конечно же, тоже судьбоносные, потому что вы умеете построить мосты, из прошлого в настоящее, из настоящего в будущее. И именно такой философский подход к стихам многому учит всех поэтов Николаевщины. И меня в том числе. Я хочу сказать еще о том, что у вас замечательный слог. Мне нравятся те параллели, которые вы проводите в своих стихах. И мне нравится то, что ваши стихи можно читать несколько раз и каждый раз в них делать открытие. Так что пусть к многочисленным похвальным отзывам о вашем творчестве, пусть будет там и мое скромное слово. Еще я хочу сказать о том, что вам в жизни тоже очень повезло. Повезло на хороших друзей, коим я отношу и себя. Вам повезло в том, что здесь действительно аура Николаевщины оказалась такой плодотворной для вашего творчества. Так что вы тоже человек везения и человек судьбы. Вам очень повезло в том, что вам досталась очень хорошая жена. Ваша Ольга, ваш соратник, ваш вдохновитель и в конце концов направляющая такое начало в вашей бурной жизни, она оказалась на своем месте. Она растворилась в вас. И это очень помогло вам состояться как выдающейся личности, как большому поэту. Я очень горжусь тем, что я принадлежу к числу ваших друзей. Мы с вами, если вы помните, познакомились в 1998 году, когда мы вместе с вами были членами жюри на конкурсе имени Пресенко. И там мы в первый раз посмотрели друг в другу в глаза. А потом постепенно-постепенно она стянула друг к другу. И вот эти два магнита сочлись в том, что мы с вами имеем общие убеждения, мы с вами имеем общий подход, мы с вами имеем общие жизненные ценности. И, наверное, это и есть основой нашей дружбы. Я вас поздравляю сегодня, 60-летие. Этот срок большой, но далеко не окончательный, потому что вы и сейчас являетесь активным творцом, и это сохранится на долгие годы. Я вас поздравляю, обнимаю, целую.